Беспристрастный компьютер случайным образом определяет победителей. На экране появляются лицевые счета тех, кто с февраля будет освобожден от кварплаты на три месяца. И один главный счастливчик не будет платить за коммунальные услуги целых полгода. Все благодаря акции в Новый год без долгов. Владимирские коммунальные системы поощряют исправных плательщиков подобными сюрпризами уже не в первый раз. Она пользуется популярностью среди владимирцев. Положительные отзывы ждут ее. Цели все те же. Это поощрение добросовестных плательщиков, амнистия для вставших на путь исправления, ну и жесткие санкции для тех, кто является, так сказать, маргиналом и не желает платить по счетам. В ВКС стараются с пониманием отнестись к должникам. Если платеж за квартиру не сделан вовремя по серьезной причине, сообщите о ней. Ваши ситуации разберутся индивидуально и, возможно, пение начислять не будут. Те же, кто платит исправно, автоматически попадают в список участников конкурса. И хотя акция проводится уже в пятый раз, не все плательщики верят, что в ней все по-честному. Мы поздравить вас хотели. Я сказала, идите отсюда, я сейчас милицию вызову. Вы выиграли шесть месяцев без квартплаты. Вот оставьте в почтовом ящике, если что меня интересует. Победители к таким акциям не привыкли, а поэтому считают, что мы мошенники. Но скоро им придет письмо из ВКС, они убедятся в нашей правоте. Алла нас за мошенников не приняла, но в происходящее поверила не сразу. Хоть за квартиру платят всегда исправно, таких сюрпризов от Владимирских коммунальных систем точно не ожидала. Очень рады, что выиграли, неожиданно очень. И рады, что мы три месяца не будем платить коммунальные услуги. Мы через интернет платим и постоянно платим. Квитанции об оплате коммунальных услуг победителям акций будут приходить по-прежнему, но в них будут одни нули. Если вы тоже хотите получать такие квитанции, остается исправно платить за квартиру и ждать следующей лотереи. А вдруг повезет. Валерия Саенко, Иван Людков, 6 канал.